Да, я представлюсь, зовут меня Иван, я руководитель отдела интернет-решений группы компании South Balance. Вот про автоматизацию бизнес-процессов я буду рассказывать с привязкой к отделу продаж, конечно же, где как не в отделе продаж нужна автоматизация, где как не в отделе продаж множество различных бизнес-процессов. Начать хотелось бы с того, что в нашей жизни, в принципе в нашей жизни, очень много процессов, к которым мы уже привыкли, на которые мы не обращаем никакого совершенно внимания. Мы просыпаемся утром, идем… Меня не слышно, да? Раз-два? Во, так лучше. Проснулись рано утром, почистили зубы, позавтракали, пошли на работу. Кому-то повезло, кто-то удаленно работает, кому-то повезло, кто-то удаленно работает где-нибудь в теплых краях. Ну, в общем, смысл в том, что мы едем на работу, в пробке стоим, приезжаем на работу, начинаем работать, делаем однотипные действия изо дня в день и не обращаем внимания на какие-то мелочи, выпускаем их в свое внимание, потому что мы к этому привыкли. На работе, конечно, с чего нужно начать? Надо начать с чашечки кофе, пообщаться со своими коллегами, посидеть в социальных сетях, с утра что-то не сидели. И приступаем к своей работе. А наша работа состоит уже из достаточно таких тоже понятных вещей. Мы выполняем какие-то поручения, общаемся с коллегами, принимаем решения, что-то согласуем, получаем какую-то информацию. И напрашивается такое желание все это делать как можно эффективнее. И появился такой термин, который называется многозадачность. Но вот одна беда, что мы совершенно не многозадачны. И в принципе многозадачность применительна к человеку, она не работает. Если на нас навалится 20 задач, 20, 30, 100 задач, то мы в них засыпемся и не сможем их выполнить до тех пор, пока не упорядочим, не выстроим в линейку, не установим, какую задачу мы должны, когда начать, когда закончить. И в любом случае, даже когда мы считаем, что мы работаем, мы многозадачны, мы работаем сразу с несколькими задачами, мы между ними переключаемся. Переключение между задачами – это потеря фокуса внимания, это возможность допускать ошибки, это потеря эффективности работы, производительности, ну и так далее. Поэтому ни о какой многозадачности речи быть не может в нашей работе. Мы должны все делать последовательно, спокойно, и вся наша работа должна идти своим чередом. Конечно, напрашивается автоматизация. Автоматизация, как я уже сказал, в отделе продаж – естественный совершенно процесс, потому что во многих компаниях, очень во многих компаниях, есть такие штуки, как регламенты. Регламенты работы там офис-менеджмента, регламенты работы менеджера по продажам, регламент отгрузки того-сего. И, как правило, это инструкции, в которых пошагово прописано, что должен делать человек. Если у вас это есть, вы уже полдела сделали. Это у вас уже половина алгоритма составлена. Осталось только это все перенести в плоскость вашей CRM-системы, вашей управленческой системы, и внутри нее автоматизировать, чтобы система сама подсказывала вашему сотруднику, на каких этапах ему что необходимо делать. Конечно, не стоит думать, что эта система все за вас сама сделает. Она может только подсказывать. Это, например, как навигатор в автомобиле. Мы можем ехать сами и приехать в какую-нибудь пробку, а можем построить маршрут, увидеть, что перед нами пробка, и ее каким-то образом объехать, потому что система это увидит. Точно тот же процесс можно организовать и автоматизировать в CRM-системах. Есть такая проблема, что наша память не идеальна. Даже ее стирать не нужно, как на картинке делают два прекрасных человека. Кстати, кто помнит, когда вышел этот фильм? Вот никто не помнит. Я тоже не помню, когда он вышел. Но вышел он давно, и это совершенно не обязательно было запоминать. Ну а если речь касается какого-то рабочего процесса, то запоминать его обязательно. Недавно был такой случай у меня в жизни, что мы поехали к довольно крупной компании продавать свои услуги, продавать продукты. Пообщались отличные клиенты, большая именитая компания с достаточно внушительным бюджетом, но выяснили в процессе общения, что мы не были первые в списке тех, кому они обратились. Первые, кому они обратились, просто забыли приехать к ним на встречу. Я абсолютно серьезно говорю. Для меня это было удивительно. Я даже узнал название этой компании и удивился, что они смогли это допустить. Потому что, в принципе, хороший менеджер не должен ничего забывать. То есть мы привыкли к тому, что если мы с кем-то договорились о встрече, мы на нее поедем, мы про нее не забудем. Но случается совершенно разное. И данный случай это как раз подтверждает. Память не идеальна, мы что-то забываем. И, конечно, система, те самые бизнес-процессы должны в определенный момент нам напомнить, что сейчас ты должен поехать на встречу, сейчас ты должен выполнить такую задачу. Это достаточно естественно воспринимается любым сотрудником, любого уровня, который работает за компьютером. Когда ему компьютер что-то подсказывает, просит предоставить какую-то дополнительную информацию о том, что он делает. Также есть еще такой сценарий, как адаптация сотрудника. К вам приходит новый сотрудник, и вы его погружаете в свои рабочие процессы. Есть у вас регламенты. Хорошо, вы дали им пачку бумаги, сказали читай. Хорошо провели вводную какую-то презентацию о том, как нужно работать, как нужно отвечать на вопросы, как работать с претензиями, с благодарностями, прочими документами. Сотрудник покивал головой, сделал вид, что он запомнил. Потом пролистал 150 страниц ваших регламентов и тоже сделал вид, что запомнил. А потом приходит кто-нибудь и говорит, вот вы молодцы такие, отработали очень классно, у меня есть благодарность, я хочу вам ее выразить. Каким образом мне это сделать? Ну и дай бог, чтобы какой-нибудь бланк выдал сотрудник, где написали эту благодарность. Но благодарность это одно, претензия это другое. Претензию зафиксировать намного важнее, чем благодарность. И если есть готовый сценарий для сотрудника, как обработать тот или иной документ, который ему подскажет, что ему нужно сделать, сотруднику будет проще адаптироваться, он проще вольется в ваш рабочий ритм, ему будет легче воспринимать все рабочие процессы, и, конечно же, его адаптация пройдет быстрее. То же самое можно сказать, кстати, не только про новичков, но и про опытных сотрудников, которые знают, как надо делать, но не знают, как принято в вашей компании. Они не знают порядка действий в вашей компании, как согласовываются какие-то документы. И, естественно, намного эффективнее будет, если он нажмет пару кнопок и отправит документ на согласование, а дальше его это уже касаться особо не будет, потому что документ сам уйдет к лицам, которые должны его согласовывать. Следующий сценарий, который часто привожу при рассказе про автоматизацию бизнес-процессов, это работа с клиентами цикличная. То есть тут примеров может быть огромное количество. Как вы видите, у меня такой легкий бардак на голове, давно не стригся, потому что мне не звонит моя парикмахерская, не говорит то, что приди подстригись, ты уже месяца у нас не был. А позвонили бы, пригласили, там записали меня сами на стрижку, я бы с радостью к ним пришел, потому что вот для меня уже время выделили. Меня уже ждут, а меня не ждут. Я не иду. И должен сам это выбирать где-то там в своем графике, встраивать, пытаться там созвониться, выбрать какую-то парикмахерскую, к которой пойду. Пожалуйста, абонементское обслуживание. Это вот те самые салоны красоты, фитнес-центры, там все что угодно. Организация мероприятий. Тоже очень такая интересная отрасль, в которой хорошо заметна цикличность работы с клиентами. Клиент обращается за организацией праздников по 8 марта, по Новому году. Вот, пожалуйста, у вас есть отличная база, с которой можно по одному и тому же сценарию раз в год ее отыгрывать, проигрывать и не забывать про этого клиента. Всегда его потребности удовлетворять. Давайте перейдем же к тому, как же автоматизировать бизнес-процессы. Автоматизация бизнес-процессов, как правило, сводится к программированию, к тому или иному его виду. Конечно, желательно выбрать те продукты, которые нам позволяют программировать в наиболее, так скажем, удобном виде. И я не могу здесь не упомянуть про такие продукты, как 1С Bittrex, это и Bittrex 24, облачное коробочное решение, так и Bittrex управление сайтом. Кстати, у кого на Bittrex сайт? Интернет-магазин, там еще что-нибудь? А вы знаете, что там есть тоже модуль бизнес-процессов, который может вашим менеджерам подсказывать, как заявки обрабатывать? Вот теперь знаете, и рекомендую обратить на него внимание, потому что при помощи этого модуля вы точно так же можете подсказывать менеджерам, когда созвониться с клиентом, давать ему какие-то задачи, указания, ну и прочее, внутри именно вашего сайта. Вам даже корпоративный портал для этого не нужен. Ну а в корпоративном портале уже совершенно другая функциональность, она намного шире. И что самое приятное, что в продуктах и Bittrex, и 1С-овских, там комплексная автоматизация, торговля, бухгалтерия, там бла-бла-бла, много других, есть конструктор бизнес-процессов. Визуальное конструирование того бизнес-процесса, который вы хотите получить. Вот те самые блоки, о которых я говорил, постановка задач, да, обсуждение с коллегами каких-либо мероприятий, получение какой-то информации, ее анализ. Это все при помощи блоков, как конструктором можно собрать. И, собственно, такая картинка, игра, в которой мы должны вот эту вот свинку при помощи устройства, которое мы соберем, доставить к финишу. То есть мы попеременно включаем разные блоки, пытаемся их как-то сопоставить между собой. И наша задача, чтобы наш механизм доехал до финиша. Такая интересная игра, при помощи которой можно потренировать свой мозг. И точно так же мы можем потренировать свой мозг в построении бизнес-процессов внутри своей компании самостоятельно при помощи конструктора, пробуя автоматизировать, расставлять автоматические задачи своим сотрудникам. Зачастую бизнес-процессы сводятся к простому линейному выполнению постановки нескольких задач. Одну задачу выполнили, пожалуйста, выполни другую задачу. Следующую задачу выполнил, выполни третью задачу. Мы, когда анализировали бизнес-процессы в своей компании, то обратили внимание на то, что бизнес-процесс приема сотрудника на работу – это достаточно линейный бизнес-процесс с порядка 30 задач, которые ставятся на разных сотрудников разных отделов. Выдать проходку, сделать запись в трудовой книжке, объяснить, как пользоваться базой и так далее. Куча различных задач, но они шли просто одна за другой, у каждой был свой крайний срок, у каждой было свое время-начало, и сотрудники, ответственные за ту или иную задачу, они не забывали. И таким образом, естественно, сотрудник, приходящий в компанию, получал полный спектр услуг, не услуг, для того, чтобы быстрее влиться в рабочий процесс. Это же касается и работы ваших менеджеров по продажам. Вы можете обработку интереса клиента построить как несколько последовательных действий. И это можно, что самое приятное, сделать самостоятельно. Если у вас какие-то сложные бизнес-процессы, конечно, вы можете обращаться к сторонним студиям, ну, либо самостоятельно попробовать комплексно подойти к построению бизнес-процессов внутри своей компании. Примерно вот таким вот образом выглядит процесс построения бизнес-процессов, когда вы к кому-то обратились, пришли. То есть сначала будут там роли определены, техзадания составлены, цели, ну, там, в общем, кучу вопросов зададут. Потом, как на приеме у врача вы себя почувствуете, у вас полностью расспросят про ваш бизнес-процесс, всю подноготную, что куда идет, какие сотрудники, там, что должны делать, когда согласование, когда рассмотрение, там, в общем, много-много всего. И уйдут. Эти люди уйдут, будут что-то делать неделю-другую, потом они придут и скажут, вот, чего у нас получилось, давайте мы попробуем. Попробуем, вы посмотрите, скажете, все не так, на самом деле все по-другому. Дадите какие-то корректировки, и опять-то они уйдут что-то делать. Потом вернутся, и уже все будет хорошо, я надеюсь. Ну, вот, как правило, вот примерно так, в общих словах это работает. В общем, суть в том, что при комплексном подходе, конечно, изучается намного более кропотливая работа каждого сотрудника, каждого вовлеченного лица, роли, раздаются там различные права и так далее. Конечно, мы довольно много внедряем бизнес-процессов в рамках CRM-системы в основном. Ну, также есть бизнес-процесс документы обороты, бизнес-процессы там по различным другим заявкам, которые просто упрощают жизнь компании. Ну, хотелось бы привести, я не буду называть имена, не буду называть имена, потому что зачастую эти компании не хотят, чтобы их опыт построения бизнес-процессов перенимали, наверное, так скажу. То есть они готовы рассказывать о том, что они там внедряют различные продукты, но они опасаются, что их алгоритмы работы, а у них успешные, конечно же, алгоритмы работы, будут украдены, так скажем, другими компаниями, другими конкурентами. Вот поэтому, как правило, мы не называем имена, для которых мы там разрабатываем бизнес-процессы. Ну, как-то так исторически сложилось. По страховым услугам тут все понятно. Продажа страховых полисов, страхование по заявкам – это все такие достаточно понятные, прозрачные процессы. И что самое приятное, они тоже цикличные. То есть спустя год вам обязательно должен позвонить менеджер и сказать, что вы у нас покупали страховой полис, например, КАСКО, не хотите ли вы его продлить. Если он этого не сделает, то высока вероятность, что, ну, предположим, у вас кредит на автомобиль, вам обязательно нужно купить этот страховой полис. Вы пошли и купили в какой-нибудь другой компании. Просто потому, что с вами не связались. И вы потеряли этого клиента, а так могли бы его и не потерять. То же самое касается и, на самом деле, большого количества других страховых услуг. Клиенту нужно напоминать о себе, там, с какой-то периодичностью это делать. И автоматизация бизнес-процессов, это, конечно, помогает. Для страховой компании этой мы помимо алгоритма продажи также еще автоматизировали алгоритм получения документов от клиента, выдачу документов, соответственно, бухгалтерии, принятие денежных средств и так далее. Это тоже очень важно. И зачастую, ну, говоря даже про опытных менеджеров, опытные менеджеры упускают тот момент, когда нужно подписать документы у клиента и спустя там несколько месяцев приходят к ним и говорят, вот мы забыли у вас там реализацию подписать или еще чего-нибудь. Ну, или самый плохой случай, когда копится кипа бумаг, с которой уже потом этот менеджер в мыле носится и пытается подписать по разным клиентам. Второй пример — это ивент-агентство. Тот самый кейс, о котором я уже говорил, когда компания занимается организацией мероприятий, у нее есть пул клиентов, с которым она регулярно организует различные выставки, праздники, ну и прочее. Конечно, у этих мероприятий есть своя периодичность. Конечно, эти мероприятия важны для клиента, и про них нельзя забывать ни в коем случае ивент-агентство, потому что оно планирует и свою загрузку, оно планирует и привлечение внешних каких-то подрядчиков под каждое из мероприятий. И таким образом у нас получилось сделать бизнес-процесс, который вовлекает практически все роли ивент-агентства в работу с этим бизнес-процессом, и все знают, когда кто за какие отвечают задачи, за какие отвечают мероприятия. Они это все прозрачно видят. Ну и мебельное производство – это один из таких самых, наверное, сложных был для нас бизнес-процесс, потому что нам нужно было его сделать максимально простым для всех ролей, которые в нем участвуют. А эти роли – это не только менеджеры по продажам и дизайнеры, но также и сотрудники на складах, которые ходят с мобильными приложениями, и также там какие-то отсечки в бизнес-процессе отмечают. И у нас получилось, да, мы сделали бизнес-процесс, который полностью автоматизирует сборку мебели, точнее даже сборку мебели, продажи мебели под заказ от момента, когда приходит заявка в салон до момента, когда мастер все уже привез на место, собрал у клиента и получил от него там либо благодарность, либо какие-то претензии по качеству сборки. На что мы, на какие грабли мы наступали, какие ошибки мы совершали, ну и в принципе я должен об этом вам сказать, потому что не все-то, конечно, гладко и чисто в этом процессе создания бизнес-процессов. Это процесс, который много нюансов в себе имеет, и три самых главных из них, это первая ошибка в выборе инструментария. Если у вас все сотрудники, вовлеченные в бизнес-процесс, не работают в том инструменте, который вы выбрали, ну либо им неудобно работать в том инструменте, который вы выбрали, велика вероятность, что у вас этот бизнес-процесс не взлетит. То есть когда от кого-то будет требоваться определенное действие, он просто его не выполнит внутри вашего бизнес-процесса. Ему система подскажет то, что тебе нужно выполнить такую-то задачу. Он скажет, да, хорошо, он эту задачу выполнит, но отметку о том, что он ее выполнил, он, например, не поставит. Бизнес-процесс где-то там подвиснет. Либо у вас есть несколько систем, в которых, в принципе, вы можете в любой из них автоматизировать бизнес-процесс, но в какой-то системе он автоматизируется сложнее, в какой-то системе он автоматизируется проще. Вы выбираете там, например, потому что у вас больше разработчиков, ну, не знаю, под какую-нибудь самописную учетную систему, вы решаете автоматизировать на ней, хотя на самом деле есть совершенно другие инструменты, в которых проще это сделать. Тоже велика вероятность зайти в тупик и не добиться успеха. И еще один такие грабли, один большой бизнес-процесс на все, это когда клиент приходит и говорит, вот у меня есть, ну, вот предположим, да, там про тоже мебельное производство, вот у меня есть огромный бизнес-процесс, я хочу его реализовать, и сделайте мне все там красиво. И вы садитесь и начинаете рисовать огромный-огромный алгоритм, и сводится все к тому, что у вас полностью все действия всех сотрудников, самых разномастных, превращаются в огромный какой-то сложный алгоритм, увязаны с собой, там, с друг с другом, и все это работает в рамках большого алгоритма. Очень легко запутаться и лучше разбивать на много маленьких кусочков, которые просто между собой там автоматически запускаются или еще чего-то делают. Какие приятные бонусы? Ну, помимо тех плюсов, которые очевидны, да, то есть это там ничего не забыли, все вовремя сделали, напоминания, автоматизация, удобство. Вот помимо очевидных плюсов, какие еще бонусы вы получаете, автоматизируя бизнес-процессы? Вы в совершенно удивительном для вас ритме по-новому взглянете на все бизнес-процессы, которые у вас есть в компании и проведете их внутреннюю оптимизацию. Если у вас бизнес-процесс, например, сейчас даже на бумаге не формализован, то вы его, во-первых, формализуете на бумаге, в бумажном виде, приведете в какой-то алгоритмический вид, и все ненужные шаги оттуда повыбрасываете. Да, возможно, у вас менеджеры выполняют много лишней работы, у вас автоматизация бизнес-процесса позволит по-новому совершенно взглянуть на те процессы, которые происходят в вашей компании. И, конечно, на всех этапах выполнения бизнес-процесса у вас есть возможность собирать данные. Кто когда выполнил задачу, кто просрочил задачу, кто какое решение принимал на определенных этапах, кто в голосовании за документ проголосовал за, кто против и почему. Зачастую мы не имеем возможности собирать такую аналитику при согласованиях через почту, при общении с коллегами через скайп и прочие мессенджеры. А когда у нас процесс автоматизирован в едином пространстве, то он может собрать всю аналитику, он может дать вам возможность считать KPI ваших сотрудников, совершенно новые, применять схемы по начислению заработной платы по ее расчету и так далее. Это тоже очень важно. Но, наверное, на этом все. Я готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы? Иван, во-первых, большое спасибо. У меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, вы в вашей работе нацелены больше на то, чтобы оцифровать все БП клиента, или вы исходите из того, что вы ему даете какую-то базу, функциональность БП, и дальше вы ему говорите, вот здесь вот так это настраивается, и вы можете так же самостоятельно настроить? Зачастую мы, точнее, не то, чтобы зачастую, как правило, мы действительно за клиента все настраиваем. Но мы не настраиваем все бизнес-процессы. Клиент выбирает самые критичные для себя, те, которые для него наиболее важны, на которых у него основная работа завязана, которые, возможно, он чувствует, что там у него идет какая-то просадка по продажам, какое-то слабое, узкое место. Вот его он хочет именно автоматизировать, он к нам обращается для автоматизации, как правило, от больных участков. Но вряд ли мы автоматизируем прям совсем все бизнес-процессы компании. Спасибо. Еще вопросы есть у нас? Просто говорили, да? У меня вопрос. А если в компании уже внедрена какая-то CRM и хочет переходить на Bittrex 24, какие пути решения? Ну, автоматизация. То есть там уже что-то автоматизировано, но есть много ошибок. Ну, во-первых, нужно понимать, что это за ошибки. Во-вторых, провести такой комплекс на аудит того, что есть, чем пользуются, чем не пользуются, какие данные хранятся, какие взаимосвязи между этими данными. Переходить между CRM-системами это всегда достаточно болезненный процесс, потому что в CRM-системе у вас хранится куча данных про ваше взаимодействие с клиентами. Если вы при переходе какие-то данные потеряете, это будет совсем нехорошо. Поэтому аккуратно нужно подходить к этому процессу, конечно, подходить комплексно, чтобы ничего не потерять, обучить менеджеров обязательно работать в новой системе, чтобы они, опять же, не потеряли свою производительность. Ну и в дальнейшем уже переходить. То есть главный фактор — это обучение? Нет, главный фактор — это ничего не потерять. Спасибо. Еще вопросы? О, много. Добрый день, во-первых. Добрый день, спасибо за выступление. А на что, собственно, рекомендовали бы обратить внимание в части обучения сотрудников? Ну, то есть у нас сейчас проблема есть, что мы внедрили CRM, но сотрудников туда не загнать, не заставить их там работать нормально. Ну, почему не загнать? Возможно, есть какие-то конкретные проблемы, то есть обратную связь нужно для начала собрать с самих сотрудников, почему они не пользуются. Возможно, им что-то неудобного, возможно, они что-то не умеют. Если им какой-то функционал неудобен, то нужно, конечно же, да и в принципе нужно провести демонстрацию, нужно провести, так скажем, показательное выступление, как правильно пользоваться той CRM-системой, которую вы внедрили. Возможно, они используют не по назначению, так скажем, сценарии, которые заложены, которые естественны для данной CRM-системы, они их не используют. Нужно рассмотреть те сценарии, которые применяются именно в вашей компании, уже исходя из них, применить внедренную CRM-систему для ваших сотрудников, показать, как правильно, опять же, ей пользоваться, все лишнее убрать оттуда, настроить карточки, настроить поля, настроить все списки, показать, как загружать, выгружать информацию. Ну, в общем, провести действительно обучение, но начинать его, конечно, с обратной связи по сотрудникам. Если у нас больше нет вопросов, то мы, наверное, отпустим вас на перерыв. Он начинается у нас. Спасибо, Иван. Спасибо. 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 Спасибо.